Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале! И сегодня мы поговорим о грибке ногтей. И досмотрев ролик до конца, вы узнаете, почему одни люди, применяя как фармакологические, так и народные методы борьбы с грибком ногтей, очень довольны, и ноготь у них восстанавливается, а у других людей данные методы лечения не дают никакого эффекта. Также я вам расскажу о эффективных методах лечения, применяемых при наличии грибка на ногтях. И объясню, почему я считаю их эффективными. На мой взгляд, конечно же. Хочу сказать, что в ролике будут присутствовать фото патологий ногтей, которые могут быть вам неприятны. Итак, начнем. И начнем с понятия и определения. И сейчас вы поймете, почему у одних методы лечения грибка ногтей, как народные, так и фармакологические, работают, а у других нет. Опять же повторюсь, что это сугубо лично мое мнение. И начнем с того, что медицинское название грибковой инфекции ногтей у них амикоз. Основные возбудители болезни – грибы дерматофиты. Грибковые паразиты кожи, волос и ногтей. Но есть и другие виновники заболевания – различные дрожжевые и плесневые грибы. Дерматофиты используют кератин ваших ногтей, чтобы расти и размножаться, потребляя кератин в ваших ногтях, разрушая его, создавая кератиновый мусор, рассыпчатый осадок, который становится частью грибка ногтей на ногах. Попав в ногтевую пластину, грибок растет и размножается. Он расслаивает ноготь, постепенно заполняя его и внедряясь в ногтевое ложе. Со временем зона поражения захватывает ногти не только на ногах, но и на руках, зачастую переходя на другие части тела. Проблема в том, что сейчас в наше время найти квалифицированного специалиста, который бы поставил правильный диагноз, очень тяжело. И сейчас, если у человека есть проблемы с ногтями, и он придет к врачу, ему сразу будет поставлен диагноз грибок. И в большинстве случаев вас не спросят, были ли у вас травмы ногтей, какой у вас уровень сахара в крови и есть ли у вас другие хронические заболевания. Конечно, для того, чтобы был поставлен точный диагноз, нужно пройти исследование со скоб на грибок ногтей. Делают его в лаборатории. И только тогда вы точно будете знать, это у вас грибок или нет. Кроме того, очень часто видим картину, когда поражен, скажем, на ногах только один ноготь большого пальца, а остальные ногти в прекрасном состоянии. Такое положение вещей может говорить как о повреждении ногтевой пластины при травме, так и о поражении грибком. Если же на ногтях именно грибок, то по мере прогрессирования инфекции может вызывать изменение цвета ногтя, а именно стать белым, черным, желтым или зеленым. Утолщению и деформацию ногтя он может приобрести необычную форму или текстуру, и его будет трудно обрезать. Боль или дискомфорт, особенно при надавливании на пораженный палец ноги, ломкие или крошащиеся ногти, кусочки пораженного ногтя могут отколоться и полностью отпасть. А между тем стоит отметить, что у спор грибка очень плотная хитиновая оболочка. Это очень важный момент в понимании того, почему некоторые методы лечения являются действенными, а другие нет. Основные возбудители болезни, как мы уже разобрались выше, грибы дерматофиты. Это грибки, процветающие в теплой, влажной среде, например, в потных носках и обуви, в раздевалках, саунах, в общественных душевых. А поскольку у них амикоз очень заразен, им легко заразиться. Но есть и другие виновники заболевания различные дрожжевые и плесневые грибы. Но также поражения ногтевой пластины могут быть совсем не связанные с грибком. Эти поражения могут быть связаны с травмой ногтевой пластины, с нарушением обмена веществ, проявлением гиперкератоза, а также следствием нарушения кровообращения при наличии сахарного диабета. Травму ногтевой пластины можно получить при занятиях спортом, при ношении узкой и неудобной обуви или обуви, не подходящей по размеру. Или просто травмировать ногтевую пластину можно в повседневной жизни. Итак, какие же методы борьбы с грибком, по моему мнению, являются эффективными и почему? И первый метод – это применение соды и уксуса. Метод заключается в себе три этапа. Первый – это обязательно слегка обработать отдельной пилочкой или кусочком очень мелкой наждачной бумаги верхний блестящий защитный слой ногтя. Опять же повторюсь, слегка его нарушить. Второе – это в теплую воду объемом 2 литра насыпается сода 3 столовые ложки. Ее нужно хорошо размешать. И в этот щелочной раствор помещаются ноги. И применяется эта ванночка не менее 30 минут. Во время применения этой ванночки нужно срезать по максимуму зараженный ноготь и хорошо вычистить вокруг него отслоившуюся кожу. После ванночки ноги обмываются теплой водой с мылом и вытираются насухо. И вот после этого нужно провести тампонирование с применением уксуса. Для этого кусочки ваты или ватных дисков смачиваются 9% столовым уксусом. Слегка отжимаются. И такие тампончики прикладываются к проблемным ногтям. Периодичность применения такой процедуры может быть от 3 раз в день до 1 раза в 3 дня. Конечно же, чем чаще, тем лучше держать такие тампоны на ногтях. Нужно как можно дольше. Хотя бы 1-2 часа, пока уксус не испарится. После того, как вы снимете тампончики, ногти промакиваете салфеткой. Мыть уже больше не нужно. Процедуру, конечно же, лучше делать тогда, когда вы находитесь дома. Так как для того, чтобы запах уксуса выветрился, потребуется некоторое время. Этот вариант хорош тем, что позволяет добиться более быстрых результатов за счет чистого уксуса. Проводить такие процедуры нужно до тех пор, пока не отрастет новый здоровый ноготь. Тут все зависит от чувствительности вашей кожи и наличия свободного времени. А теперь самое интересное. Это почему же этот метод работает? И начнем с соды. Ванночки с содой способствуют тому, что на ногтях раскрываются поры. Еще больше они открываются, когда вы слегка нарушаете пилочкой или мелкой наждачной бумагой верхний блестящий слой ногтя. И уже потом уксус легко проникает в толстые слои ногтя. Что же касается уксуса, то именно кислота способна растворить хитиновую оболочку грибка. И понятно, что тогда грибок гибнет. Примером тому может стать применение хитозана в таблетках, состоящего из хитина, применяемого для приготовления маски для лица. Так вот, препарат хитозан изготовлен из панцирей, ракообразных и моллюсков, которые состоят тоже из хитина. Попадая в наш организм, таблетка хитозана растворяется в кислой среде желудочного сока. Ключевое слово – кислой. И уже в кишечнике способствует выводу шлаков, токсинов и плохого холестерина из организма. О хитозане я рассказывала в ролике, ссылка на ролик будет в описании. Так вот, для приготовления маски таблетка хитозана измельчается в порошок и заливается подкисленной водой, что способствует растворению хитина, основного действующего вещества препарата, и превращению его в особый гель, который, собственно, и применяется для маски. То есть, это все является иллюстрацией того, что действительно хитин растворяется кислотой. Второй способ борьбы с грибком ногтей – это применение любой противомикозной мази и клея БФ. И вначале проводим такую же обработку, как и в первом случае. А именно, слегка нарушаем верхний блестящий слой пилочкой или мелкой наждачной бумагой, и делаем ванночки с содой, во время проведения которых срезаем, насколько это возможно, пораженный ноготь и очищаем отмершие слои кожи. После чего ополаскиваем ноги теплой водой с применением мыла, вытираем насухо и после этого наносится любой противогрибковый препарат в виде спрея или мази, к примеру, клотримозол. Даем ему впитаться и уже после этого сверху наносим всем известный клей БФ. Клеем БФ, заклеить ноготь нужно по периметру, также задевая кожу. То есть, если клей попадает на кожу, ничего страшного, так как изначально клей предназначен для того, чтобы изолировать небольшие ранки от попадания инфекции извне. Тут при применении этого метода воздействие идет по трем фронтам. Первый – это слегка нарушаем верхний блестящий слой ногтя, способствуя еще большему воздействию соды, а сода способствует раскрыванию пор ногтевой пластины. Второе – это антимикозный препарат, действует непосредственно против грибка, а клей БФ в заключении перекрывает доступ кислорода к грибку, и в этих условиях грибок гибнет. Как часто проводить эту процедуру? Как увидите, что слой клея нарушится или начнет отслаиваться, тогда это является сигналом к повторному проведению процедуры. Если клей слегка отклеится, его просто как пленочку снимаете, и все, и процедуру проводите вновь. А теперь мы с вами подытожим. Если вы увидели, что ваш ноготь или ногти изменились, и не пройдя лабораторное исследование, применяйте любой из вышеуказанных методов длительно, скажем, на протяжении не менее трех месяцев, и нет никакого видимого результата, то понятно, что у вас не грибок, а любая другая причина изменения ногтевой пластины, а именно, или травма ногтя, или нарушение обмена веществ, либо нарушение, связанное с диабетом. Если нарушение ногтевой пластины связано с травмой ногтя, по одной из причин, описанных выше, то здесь все относительно просто. Нужно найти хорошего мастера педикюра, чтобы он срезал расслоеный ноготь, и его истончил, обработал спиртовым раствором, а потом выровнял с помощью акрила. И уже через месяц у вас начнет расти новый ровный ноготь. Коррекцию акрилом в этом случае придется делать несколько раз, до полного отрастания нового ногтя. В случае с диабетом и нарушением обмена веществ, при этом часто отмечается гиперкератоз, который часто путают с грибком, выравнивание с помощью акрила даст только временный эффект, так как причина этой патологии совсем в другом. А как вы понимаете, только убрав причину, можно решить проблему, а это порой отнимает массу времени, усилий и финансов. Поэтому применяется просто педикюр, при котором можно применять как акрил, так и другие материалы для коррекции ногтевой пластины. Только хочу обратить ваше внимание, что с педикюром нужно быть аккуратным тем, у кого диагностирован диабет, так как любая ранка, образовавшаяся во время процедуры, может привести к печальным последствиям. Ко всему вышесказанному, если у вас появился грибок на ногтях, во время лечения нужно соблюдать гигиену, носить носки с минимальным содержанием синтетики, обувь носить из натуральных материалов, сушить обувь и желательно иметь сменную обувь, обрабатывать обувь нужно, опрыскивая уксусом, не переживайте, запах быстро выветривается, или обрабатывать порошком, борной кислоты. Носки перед стиркой нужно также замачивать в растворе воды с уксусом, а уже после этого стирать с мылом. Поделитесь в комментариях своим опытом в борьбе с этой заразой. Возможно, ваш метод является более эффективным, чем методы, о которых вы услышали сегодня. Ну а на сегодня это все. А я же желаю всем крепкого-крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни. До следующих встреч. Пока!